друзья я для пляжной сумки буду использовать вот у меня вот такие есть пакеты материал вот этот флизелин почему беру его именно флизелин конечно он не очень прочный и если он долго находится на солнце он будет рассыпаться но при использовании пляжной сумки мыши не будем там круглосуточно держать на солнце поэтому ничего страшного нет вот почему буду использовать их ну потому что у меня их много это раз и потому что они яркие вот смотрите какие яркие цвета и не оранжевый правда бордовый один голубой есть белый и такое сливок вот такой цвет но почему еще я их буду использовать ребят потому что когда вы будете из них делать нить она как бы смотрите вот ну как двусторонние что с этой стороны что с этой стороны одинаково если но хорошо и конечно использовать трикотаж можно использовать если у вас конечно нет таких такого флизелина он кстати и метражом продается только не знаю какие цвета да можно использовать вот такой вот трикотаж это вот смотрите вот он видите двухсторонний что с этой стороны как бы одинаковый цвет что с этой есть еще вот допустим вот такой трикотаж вот смотрите ребят с этой стороны обалденно яркий это вот какое-то старое платье моей дочери или что-то там сарафан какой-то когда-то был ну вот в общем или что-то обрезанное даже не знаю откуда это но видите с обратной стороны он немножко как бы тусклый и есть вероятность того что если вы ну при натяжении нити значит он будет не такой яркий как вот допустим на этой стороне поэтому я советую выбирать или трикотажную ткань видите как двусторонние я ее называю да что она одинаковая с обоих сторон смысле по яркости или есть ткань просто ткань но уже не трикотажная просто трикотажная удобнее вязать вот но там есть вероятность того что она будет сыпаться вот есть такой материал часто есть холодок как он называть холодок ты какой-то там софт его как-то называют на не знаю в общем не знаю буду ли использовать я вот этот кусок от футболки ну видимо буду использовать я вот эти вот пакеты у меня их много и на пляжную сумку уйдет не один пакет вот такой вот мешок флизелин буду их сначала пороть вот например синий цвет я уже нарезала продолжаю резать смотрю готовлюсь как говорится и потихоньку режу каждый день по чуть-чуть чтобы они были немножечко в запасе ну а для начала давайте распорим его эти мешочки видите они мяты но они выстиранные все выстиранные отпаривать не обязательно потому что все равно это вязки не будет заметно вот мешок я распорола и прям начинаю резать по кругу вот так видите ну как бы регулирую толщину приблизительно и самое главное вот когда мы доходим до угла я здесь делаю плавное вот такое закругление вот и эти треугольнички у меня остается от этого мешка остается всего четыре треугольничка мы их тоже не выбрасываем из них мы можем делать вот такие вот коврики но в данном случае у меня как раз из такого материала сделанные вот делаем вот так треугольнички и вот так пришиваем и вот у нас вот такие у меня получается коврики это можно и по карпешечке на стул ну на стол мне они не очень нравятся если честно я ими украшаю стену на даче делаю разных цветов разных размеров и просто это у меня идет вместо ковра идет украшением такие такие изображает цветы так что треугольнички вот эти тоже не выбрасываем все у нас идет дело ну ладно мы отвлеклись и вот так вот я продолжаю по кругу нарезаю вот можно включить телевизор как говорится или компьютер на background и там слушает там какую-нибудь музыку вот видите треугольнички потом я все культурненько 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 складывать пакеты по цветам и они у меня хранятся в зип пакетах вот вот когда надо я беру вот смотрю мне нужен синий цвет они у меня уже готовы и нарезаны вот хранятся вот так вот и вот так дальше идем и режем значит всю нить нужно нарезать ну несколько мотков разных цветов ребят ну вот нарезала разных ниток ну это я только вам показываю часть вот это вы уже видели вот ну и предлагаю начать если что-то там понадобится нам какие-то цвета давайте будем как говорится по ходу пьесы но вот этих мало пока не буду я их трогать ну пляжная сумка как я предполагаю должна быть яркой поэтому но одно начнем вязать на поэтому я возьму темно-синий цвет делаем первую петлю как-то я всегда петлю первую делаю неправильно но неважно вот первая петля вот и набираем цепочку ну и скольки петель я не знаю но давайте возьмем вот допустим размером с линейку здесь 30 сантиметров но приблизительно сколько будет столько будет так вот раз и пошел два три четыре шесть ребят набрала 20 петель хватит и что я буду делать вообще по идее нам нужно овал но для начала я буду вязать его как половичок то есть пока туда обратно вот смотрите провязала двадцать первую петлю и получается через одно обратно начинаю вязать за один край стенки зацепили вытянули провязали 2 вместе зацепили вытянули провязали 2 вместе зацепили и вытянули провязали 2 вместе так провязываем весь ряд ну вот ребят провязала в итоге я три ряда туда обратно но согласитесь для 1 и для пляжной сумки это очень очень мало мы теперь постепенно должны наращивать как бы длину и делать более форму круглую и овально вот для этого что я буду делать я вот закончила это третий ряд теперь вот последняя петля вот здесь я провязывала ее чтобы как-то закруглить край я провяжу здесь еще две петли вот вторая петля получается и вот третья и вот ребята смотрите получится здесь вот этот заворота это у нас кончается первый ряд это у нас пошло на поворот и мы начали обвязывать вот эту вот маленькую сторону теперь мы переходим значит вот в эту петлю это у нас тоже угловая петля до получается поэтому мы ее тоже провязываем три раза в одну и ту же петлю так 1 2 3 и вот ребят смотрите мы сделали вот такое вот закругление все и теперь мы начинаем вязать по кругу значит здесь мы провязываем просто обыкновенные петли а вот здесь вот в углах каждый раз каждый раз мы в одну петлю провязываем 3 петли но сейчас вот это провязываем сейчас вот это провяжу и покажу опять вот так вот он получается видите здесь уже у нас немножко закруглено теперь вот остается последняя петля и это у нас угол да вот это вот это потом обрежется но и получается и в этот угол в последнюю петлю мы опять провязываем 3 петли 1 2 3 ну вот эта сторона у нас уже расширилась поэтому здесь идет просто простая петля 1 она уже вот видите и получился вот следующий угол следующий угол опять провязываем 3 петли вот опять у нас получилось такое закругление все идем вяжем вот так по кругу постепенно прибавляем у тебя получается что у нас начинает немножко как бы в наш овал вот так вот по кругу расти за счет углов он как бы плавно закругляется вот ведь вот но начинает расти в длину нам приблизительно вот видите как 30 петель вроде как было 30 сантиметров но когда начинаешь вязать как будто немножко тело но ничего это еще мы провяжем круга 34 это у нас будет дно ваше внимание на то вот ребят смотрите вот здесь где мы делаем угол да и провязываем 3 петли в одной петле в этом месте нужно как бы постоянно ну как вот видите вот он угол вы получается первую петлю из них 2 пошло на заворот вывод провязали вот просто так а ну вот и вот вы здесь в этом угле вот видите видно что в одной петле 3 петли вы значит здесь же и провязываете тоже на дни же 3 петли дальше уже получится не одна петля две петли по прямой провязала несколько рядочков уже видите получается вот такой прямоугольничек вот довязала вот до угла ну что ребят хочу сказать мне кажется что прямоугольник можно оставить прямоугольником но нам не особо нужен поэтому буду делать как бы угол ну не на том углу и не на этом а а сделаю вот здесь выпукло поэтому здесь я сейчас просто провязываю обыкновенным то есть иду по кругу дальше вот ну и вот здесь приблизительно смотрю приблизительно на середке я делаю провязываю 3 петли в одной вот раз сюда же 2 и сюда же 3 и здесь немножко у меня вот теперь и получится бугорок по середке именно по середке а здесь дальше иду и уже на углу я не провязываю как провязываю 3 просто иду дальше плавненько вот вот получилось видите как немножечко вот здесь вот такая вот уголки вот здесь вот такая выпуклость теперь дойду до этой стороны так это мои тут провода дойду до этой стороны и здесь точно также середки сделаю 3 петли а здесь по 3 петли по углам провязывать не буду вот с обеих сторон я сделала вот такие вот как бы выпуклости ну и считаю что уже для дна достаточно вот у меня линейка 30 сантиметров где-то 35 36 сантиметров но это нормально что теперь мы будем делать нам нужно поднимать стены а как мы будем поднимать стены просто-напросто мы теперь берем и вяжем просто по кругу два или три круга нигде не прибавляя ни одна не на углах не здесь не здесь просто вяжем и так как у нас прибавления не будет у нас просто начнет немножко ну наша форма вот так как бы загибаться ну вот но я связала такое можем сменить теперь цвет ну например например на красный давайте сменим на красный пусть будет красный вот как раз у меня нитка здесь кончилась я привязываю самым обыкновенным образом вот так раз как мы завязываем шнурок ну ткань такая как бы не скользкая и начала вязать по кругу без прибавления 2-3 ряда давайте свяжем 3 ряда и посмотрим что у нас получается так я провязала 3 ряда красными нитками и вот смотрите что получается так как у нас прибавлений нету у нас начинает вот получаться вот такая вот лодочка наша сумка начинает расти вверх теперь я хочу сменить цвет ну сделать что-нибудь освежающие белое вот и что я буду делать по идее если продолжать так вязать то сумка будет просто такая как бы ну прямая будет неинтересно вот просто она будет в эту сторону расти вверх и все но я хочу чтобы она немножечко расширялась конусом поэтому я буду прибавлять ну не знаю приблизительно в середине ряда буду провязывать вот где-то в этом месте не по 3 петли чтоб не дай бог у нас богор не вырос а по две петли то есть сейчас привязываю белую нитку и начинаю вязать где буду прибавлять и как я вам покажу смотрите довязала до половины приблизительно не обязательно точно в одном и том же месте прибавлять не надо можно прибавить здесь можно прибавить здесь и вот и вот провязала одну петлю здесь же прибавляю вот в эту же дырочку я делаю вторую петлю это у нас пойдет немножечко расширение также сделаю с этой противоположной стороны когда буду вязать и у нас сумка будет плавненько плавненько расширяться а на втором круге вот белом я имею ввиду на втором белом круге думаю что надо уже ну вот в этом месте видите сразу как бы немножечко так бугорка еще нету но ну как бы уже все равно чувствуется но где-то может быть в другом месте так вы смотрите приблизительно как ваша сумка расширяется и в общем сейчас мы делаем расширение но не сильно много петель прибавлять сразу нельзя иначе у нас не получится вертикальной сумки по одной там по 2 петельки допустим на круге всего можно прибавлять ну и продолжаем вязать ну вот друзья провязала я три ряда в каждом ряду я прибавляла значит по одной петле и вот уже даже видно зрительно немножечко как бы начинается у нас расширение в эту сторону вот ну продолжаю также вязать вот теперь может быть сделаю вот зеленые нитки цвет уже вы подбираете сами как бы вот прибавлять также по две петли в полный круг буду потихоньку прибавлять до того размера до которого посчитаю нужным привязываем нитку и вяжем дальше ну провязала я еще белой пряжи немножко белой белыми нитками и вот здесь уже ребята вот в этом круге на этих белых нитках в этих трех рядах я уже добавляла приблизительно не приблизительно а точно в двух местах по петле значит здесь здесь и здесь также стороны приблизительно здесь здесь чтобы у меня сумочка вы уже видите она как бы начинает расширяться чтобы она расширялась побыстрее и каждый должен регулировать сам какую он хочет видеть сумочку или просто вертикально или сильно расширяющую или слабо расширяющие но это регулируете уже вы сколько прибавлять единственное что не надо прибавлять всегда в одном и же месте тогда будет бугор и шишка нужно распределять прибавление в разные места но сейчас посмотрю буду прибавлять или в круге 2 петли или 4 в общем буду смотреть и вязать дальше вот после белой я решила что буду вязать голубыми нитками привяжу и начну вязание привязываю обыкновенно как шнурки и когда держишь вот так сумку как говорится по кругу то вот внутренняя сторона получается как бы лицевая там меньше швов и узлов мы потом просто вывернем эту сумку и все начинаю вязать например сделаю две петли в одну петлю то есть у меня еще одну прибавится так вяжем по кругу друзья продолжаю вязать сумку вот так вот она уже выглядит видите вот уже идет на расширение очень хорошо идет на расширение вот я тут разные цвета использовал на везде как в промежутке использую белый цвет но еще думаю еще думаю наверно связать сантиметров 12 может быть даже 15 но потому что все таки это как бы пляжная такая сумочка и она должна быть вместительна сейчас пойдет опять белый цвет ну а потом посмотрим какой-нибудь другой я продолжаю также наращивать немножечко петли но теперь я уже считаю что достаточно нарастила как бы по если наращивать с этой стороны по две петли и с этой 2 всего 4 как говорится в круге можно как бы переборщить с петлями и тогда края будет волнистый и похож такой на ажурную юбочку поэтому ну наверное вот даже кружок один я просто пропущу а потом может быть буду добавлять по две петли но думаю если допустим вы будете по 6 петель добавлять то это будет слишком резко увеличение поэтому вы должны сами регулировать произвольно сколько и когда прибавлять петель но только как мой совет опять же никогда не прибавляйте в одном и том же месте если прибавляли прошлый раз здесь этот прибавьте раз здесь следующий круг ну вот так вяжем дальше считаю что это уже как бы сумочки достаточно ведь она довольно таки большая тут уже наверно я не знаю сантиметров уже я провязала где-то около 40 сантиметров вот высотой и здесь она у меня расширяется вот видите края вот так расширяется я считаю что уже достаточно и теперь нужно вязать ручки но для начала вязать ручки я буду из-за из этих ниток вот для начала я провяжу все таки два ряда как бы окантовка из такого материала а потом они перейдут плавненько у меня в ручке уже прибавлять я прекращаю все уже хватит теперь просто обвязываем провязываем для начала вот из этих ниток два ряда два ряда из этих ниток я провязала теперь что я буду делать вот я теперь смотрю на свою сумку и думаю на каком расстоянии сделать ручки от края чтобы они удобно одевались на плечо приблизительно дома вот на этих расстояниях сделать и я здесь сделаю просто пометочку из булавочки что где-то вот здесь приблизительно здесь будет начинаться ручка и следующая ручка будет но приблизительно на таком же расстоянии но где-то вот будет начинаться здесь с двух сторон я делаю вот такие вот как бы пометочки что отсюда будут начинаться с одной с одного места будет начинаться вот ручка допустим здесь а вот здесь начнет ручка входить теперь что теперь довязываю до этого до этого места до этой заметки вот довязала я до своей заметки здесь у меня край получается ну нормально обработан он не будет не распускаться ничего и начинаю набирать петли на длину ручки которую я хочу если я хочу маленькую ручку я могу там набрать но приблизительно вот такое количество петель а если хочу длинную то буду набирать длинную как бы ручки у нас будут цельные такие не будем их отдельно пришивать это как бы будет более прочная считаю набираем простые петли вот эту вот не считаем 1 2 3 и так далее 4 ну как наберу нужно количество я набрала я 50 петель я считаю что 50 петель будет достаточно вот смотрите вот ну вот такая вот ручка еще она немножечко как бы под тяжестью ну здесь если будут у нас полотенца сланцы лежать бутылка с водой значит она под тяжестью еще немножечко как бы натянется на руку вот она одевается я думаю что 50 петель будет достаточно а если сделать чуть больше то если вы будете ее держать в руках они на плече то сумка большая она может быть будет доставать до пола до асфальта поэтому вот 50 петель дальше что я делаю 50 петель набрала и вот в том месте где я сделала заметку вот из иголки я просто начинаю как бы вязать дальше вот сейчас я эту иголочку уберу чтобы она не мешалась вот и в этом месте я начинаю вот я вот так привязала петлю ну вот привязала свою ручку и теперь дальше вижу по кругу по кругу и с той стороны в этих же местах тоже мы наберем 50 петель и уже будем привязывать с обратной стороны вот в этом месте все начинаю дальше вот вязать обычно по кругу вот так вот и у нас уже получилось что ручка сразу идет цельная и она привязана к сумке то есть это уже идет как монолит вот так дальше вот вяжем вот так вот перевернула на вторую сторону вот это у наша привязанная ручка и теперь приблизительно вот против тоже сделаю пометочку из булавочки с булочки просто на ее потом уберем вот пометочку что отсюда у нас уже мы будем делать набор петель и вот здесь также в этом месте вытащила булавку тоже делаю заметку вот здесь вот так довязываю до начала ручки и начинаю набирать 50 петель навязала я до того места где должна начинаться у нас ручка и теперь здесь уже не провязываю вяжу набираю 50 петель вот раз и пошел два три ну и так далее 50 петель так вот это я пока уберу чтоб не мешалось вот смотрите но нужно сделать проверку какую проверку 50 петель 50 петель это еще не показатель что все будет точно почему потому что ну вот вы набирали петли 50 петель может быть какие-то меньше может быть чуть больше видите и вот так вот приблизительно слегка натягивая ну так одинаково чтоб равномерно мы делаем промерку предыдущей ручки и этой ручки видите так приблизительно и получается что здесь у нас хоть и 50 петель но вот эта нижняя ручка видимо связано немножечко может быть я набрала слабее или нитка потоньше и здесь мне нужно добавить приблизительно ну получится не 50 а наверно 53 петли вот я еще добавляю 3 петли 3 петли и опять делаю проверку чтобы ручки были одинаково чтобы у нас не казалось что одна ручка короче а другая длиннее но еще даже можно две петли сделать две петли ребят делаю 2 петли 1 2 и еще проверку лучше проверить несколько раз чем потом окажется что у нас разные ручки все-все-все-все так по натяжению все все нормально уже и теперь вот в этом месте вот где я делала ну как бы пометочку себе я начинаю вставляю крючок и привязываю вот так вставляю крючок и привязываем вот так все привязала и теперь дальше пошла провязать по кругу все вот так вот по кругу все ручки у нас получились уже закреплены и так и теперь мы вяжем по кругу пока у нас не начнется следующая вот это вот ручка вот смотрите я довязала до начала ручки вот она пошла и теперь также вяжу прям по ручке начинаю ее вязать вот вот так вот ну первые первые можно первые как сказать первый круг можно вязать за одну петлю потому что это уже у нас набранные петли вот мы вяжем за одну петлю уже второй у нас уже пойдет нормальный будет уже как бы за две петли вот я вижу вот видите уже будет нормально хороший год начала у нас ручка утолщаться и вот теперь по кругу мы будем вязать столько рядов какой толщины мы хотим видеть ручку если мы хотим видеть ручку пошире то мы можем связать пять рядов 6 рядов но это вы уже сами регулируете как вам хочется и какая толщина у вас не так вот это все нужно учитывать вот так вот так ребята выглядит сейчас это пляжная сумочка ручку закончила вот здесь получилось 44 у меня ряда и видите она получилась цельника вот я даже уже и у пробовала одевать на плечо удобно вот но смотрите вот вязание все закончила теперь что делаем вот это вот кстати будет изнаночная сторона внутри намного меньше вот этих всего узлов и всего на свете сейчас я эти все узлы срежу аккуратненько выверну но и уже потом окончательно сниму как выглядит наша пляжная сумочка ребят вот такая получилась замечательная сумочка прям просто замечательная самой нравится яркая пляжная сарафанчиком от племяшки мне века у меня просила вот я ей и сделаю сделала такую сумочку и кстати она получилась очень даже объемная и полотенца возьмем войдет и сланцы и книжка и бутылочка с водичкой и крем для загара все сюда войдет очень объемная сумка вот так ну ребят если вам было полезно это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался будет еще много много интересного а мы вот так из всякой ерундой связали такую красоту на этом все ребята пока пока и Продолжение следует...